привет про квентина тарантино хочу вам рассказать однажды в америке сегодня посмотрел вчера посмотрел как-то соображался копил впечатления во первых впечатлениях во время просмотра впечатления были сложными два часа первые мне фактически фильм активно не нравился да я даже подумал что это хороший тест на адекватность так понятно что мы любим и многое прощаем да и в том числе любим и режиссером и если он снял плохой фильм но не знаю как бы я отреагировал да и я как раз подумал от истина адекватность что я честно смотрю фильм любимого мною квентина тарантино и честно осознаюсь себе что фильме не нравится что он вялый что он такой клочкообразных что ли да непоследовательные в общем много-много в нем недостатка но это просто мысли которые приходили мне пока шел фильм последние 30-40 минут конечно все это объединили картина выровнялась фильм стал великолепным понятным очень логичным очень грамотный круто сделанным поэтому квентин все еще остаются тем самым великим квентином квентин тарантино форева на фильме главная идея если вы конечно еще не смотрели лучше посмотрите сами вполне возможно что вас сформируется какая-то собственная главный день не то что вполне возможно совершенно точно на вас формируется каждый понимает им по-своему я с несколькими людьми поделился мнением принципе у нас были разные впечатления и ощущения вот поэтому я вам расскажу мое ощущение да ну лучше сначала посмотрите из формы сформулируйте свое вот поэтому если вы вдруг сейчас на данный момент не смотрели лучше выключите подпишитесь на канал вот поехали первое конечно самая главная мысль фильма как ее прочитал я я больше не буду говорить что как я вижу как я прочитал это же очевидно вам фильм о авторах художниках артистах писателях во всех людях которые как говорит сергей шнуров производят контент только он так говорит что все производят контент ну или почти все очень многие производство этого контента мы мы я тоже произвожу гонимся за славой деньгами успехом популярностью рейтингом всем известных вещах квинтин тарантино говорит нам ребята это все важно это хорошо я это очень хорошо понимаю вы все славные ребята но когда вы гонитесь за очень важными славой рейтингом контентом деньгами популярностью не забывайте одну важную вещь вы все эти зерна разные добра зла это происходит помимо вашей воли зачастую просто думайте об этом когда вы производите свой контент он как-то это говорит даже такой легкой легкой это не пафосная нотация до что по феи что и пожнешь он говорит это легко и без нотации он говорит ребята просто думайте об этом да потому что сходы ваши могут быть ужасные и вот те панки которые приезжают но они прямо говорят да что мы научились на фильмах убивать вот и пришли убивать это только часть мысли мысли у него там до 100 достаточно но вторая часть этой мысли обращена к людям которые потребляют контент к тем самым панком да он говорит ребят вы потребляете контент некоторые фильмы произведения книги артисты вас вдохновляют но не теряйте за вдохновением здравый смысл да думайте своей головой потому что как у какого бы качества не было художественное произведение каким бы оно не было прекрасным она в первую очередь художественное произведение они руководство действие это не план да просто художественное произведение автор что-то такое решил вам рассказать и вот он рассказал да это 2 и имейте в виду жизнь если вы к ней придете со своими вот этими требованиями подчеркнутыми сложно произведение может вас ударить лицом об стол это будет очень больно и тяжело сцена как раз избиение этих панков и направлено это так сказать отрезвляющие это отрезвляющая сцена важно это 2 3 конечно очень интересный из мыслей это но это две такие главные мысли еще такие второстепенные вот меня одна очень сильно зацепила это умение человеческое неумение воспринять не принять неприятие чего-то общепринятого твоя заверну да я поясню есть общепринятые вещи он берет очень 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 общепринятую вещь брюс брюсли гений каратэ и так как и разворачивает сцена таким образом что а герой брэда пита усомнился в его такой прям великолепии хотя целая куча людей слушает брюса бию прикус внимает и брэд пит герой брэда пита усомнился в этом вступил в бой и был изгнан обществом общество с этой площадке как раз потому что он усомнился как раз потому что он решил на деле доказать что он видит иначе ситуацию это очень интересный очень важным такой мотив умение говорить правду ваше видение не лгать а вот если вы сомневаетесь неком авторитете в неком постулате в неком общепризнанном правиле имейте ввиду что даже если вы чертовски правы общество может вас изгнать просто за то что вы не соответствуете его взглядом на эту общепризнанную вещь просто учитывайте и да это как бы важная и хорошая мысль мне очень понравились интонации интонации не нравоучительные да нет вот этого смотрите как надо делать да он говорит думаете об этом поступайте как вам нравится вы думаете об этом вы уверены в чем-то подумать вы чем-то вдохновлены думайте своей головой то есть фактически фильм вам говорит все время думайте ну и пара слов о актерах все высший класс вообще говорить нечем выдающимися работы особенно просто не могу не сказать леонардо декабре это феноменальная работа просто вот учебники актерского мастерства почему конечно она играет все оттенки настроений и это прекрасно но кроме этого он играет он играет плохого актера он играет нет он играет хорошего актера но который играет плохо он играет хорошего актера который пересиливает себя и играет хорошо хотя вообще он обычно играет плохо он играет все оттенки актерского мастерства, который играет его актер, его персонаж. Он феноменален в пластике, в движении, в слове, в интонациях. Это гениально, просто гениально. Это вот надо идти, садиться и смотреть. Я надеюсь, что вы посмотрите. Приятного вам просмотра. Это чудесный фильм. Не очень сложный, но он потяжелее воспринимается, нежели там «Бесладные ублюдки». Но фильм высочайшего класса, поэтому я всем его очень рекомендую. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты и удачи вам, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok